Видео уровня архива Вот, мне рекомендуются просмотру Есть один у меня добрый знакомый Беседовали уже пару проекоменций назад Вот, ну, да, и речь зашла о плоской земле Да, и я вот говорю, ну, такое интересное представление, да, как-то, ну, воспринимаю это ошибочно А он говорит, ты как нет, знаешь, вот у многих, кто, там, как это, завсегда ты астрала, да, многие утверждают, что он действительно выглядит как плоской Ну, хорошо А что интересно, человек, корень, 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 застой напоминания И в любом случае, зачем застойный? Да, он, говорит, выходил из своего тела, да, это, я согласен, это астральный уровень Что случится, да, внутри Да, то есть, ну, я от осей не могу никуда уйти Ну, то есть, у меня где-то разворот Энергетического тела относительно, принято говорить, астрального Я к этому слову, я так под вопросом отношусь Но еще раз говорю, у меня вот такой практики нет, вот, в этой жизни А из прошлых жизней, она довольно большой имеет спектр, да, и называть, что вот именно это астрал, это или это, ну, для меня некорректно Ну, это вот такое общее понятие, да, скажем так, не телесное, не материальное Вот в таком варианте я его использую Поэтому, как бы, да, ну, там, условно, да, там, астральное или энергетическое тело, да, я отвожу, ну, на несколько градусов, да, там, ну, если, там, по руке, да, ну, это вот, там, вот такие расстояния Расстояние, ну, сантиметров 10-15, не больше, да, то есть, вот этот вот разворот, разворот относительно оси Ось проходит между сердцем и позвоночником, да, примерно, вот, неровная, причем вот из-за этой неровности в том числе, да, угол поворота небольшой, да, то есть, ты, как бы, вот, там, подлавливаешь, да, вот это вот состояние, да, и можешь этим усилием своим, да, там, амплитуду выхода из тела, энергетического своего тела увеличить Ну, это, вот, как бы, максимальное, что у меня получается, ну, причем, что интересно, я этим довольно активно пользуюсь, там, помогает целому ряду процессов, запускает, да, облегчает запуск и тому подобное, вот, ну, и я, ну, что-то в этом, вроде, рассказывал, да, это, вот это, да, именно тантра, да, и речь идет об этом, да, я ее, и использую, как, как, как тантра Вот, значит, ну, и вот он говорит, да, видят его, видят землю, как толстую, ну, честно говоря, так, я со временем заинтересовала, вот, я потратил Должно много дней, да, там, суммарно, наверное, там, да, это, когда-нибудь, неделю, ну, если там не убил неделю, то, по крайней мере, я работал в этом направлении довольно долго Вот, ну, я вышел, я вышел, это не острал, это вот то, что, да, там, меня, там, несколько раз удастала, да, наружу Вот, и вышел, ну, правда, на этом самом, на южном уровне, вот, и действительно, 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 земля плоская Ну, там, не совсем, я сейчас объясню для понимания, да, о чем идет речь, что и как мы видим, и почему в таком случае, да Я сейчас нарисую, надо нарисовать, да, ну, вот у нас земля, да, ну, несмотря на то, что я вот здесь, вот, несмотря на то, что я вот здесь, вот так Выход в том, как бы, вот, вот-вот осуществляется мной, ну, вот, я, я оказался, да, где-то там, в районе, да, вот в этом районе южного полюса в районе, в районе, рядом с осью, да, наверное, в районе оси, вот, мировой, вот В чем фишка, да, что получается, что получается, да, вот этот вот вихрь, который, собственно, стоит внутри и который соткан из многих-многих, да, миллионов, миллиардов слоев, слоев света, которые формируют, собственно, пространство да, да, как я уже сказал, оно не линейное, у нас, собственно, вот, вращение и нарос пространства, да, он происходит вот таким вот образом, да, то есть, если мы возьмем по слоям, да, то у нас количество слоев в районе экватора не то, что многократно, а много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много сегодня соответственно вот несмотря на то что если взять и посмотрите там разрезать шар круглый да яйцо круглое но у него внутри внутри вот это вот пространственность она не линейная за что это не линейное пространство да ты когда поднимаешься да у тебя вот вот это вот игра да вот это вот игра это вообще вы бы игра изображений ты в самом низу начинаешь подниматься у тебя такое ощущение сперва что она вот да ты сверху да сверху ну это вот ощущение такое упускаете мерное но все равно ощущение чуть чуть выше да она становится плоской и становится уже ты внутри да еще выше у тебя вот это вот неровность нивелируется все больше и больше и вот эти вот границы которые у тебя раньше дабы были вот здесь вот она сперва вот там где-то было невидимо потом она у тебя стало видимо здесь эти границы боковые которые ты воспринимаешь они вообще увезают да и фактически да наступает где-то какое-то положение какое-то положение где мы будем искать да причем что интересно вот это состояние когда в него сваливаешься я его называю в этом состоянии демон максвелла там тоже вот есть соответственно что-то был настроен да еще каким-то причинам видимо внешним внутренним по состоянию помощников по уровню помощников то у тебя восприятие идет вполне определенным светом так это частью спектра довольно большого света вот в этой части спектра ты видишь одно другой части спектра ты видишь другое часть спектра расширена у тебя мир выглядит совершенно по-другому наполненность мира она зависит от того да как какой свет ты воспринимаешь и вот если ты понятно что это как бы да не свет солнца и это достаточно других частот и чем ближе ты как вот этой вот первоздавной частоте до 1 1 света до тем собственно ты видишь дальше да то есть вот на уровне первого света я так понимаю вижу да что это можно увидеть все и вот когда да довольно на таком на высокочастотном да понятно что там двигается все такое своеобразное однородное сочетание цветов вот но в любом случае да вот как это сказать ты видишь на гораздо большее расстояние как один из эффектов ты видишь там бесконечно далеко что интересно в этом варианте в этом варианте ты там находя чем выше ты поднимаешься тем вот то что ты видишь более плоско ты поднимаешься выше она все более плоско и более плоско почему потому что у тебя взгляды до распространяются тебя вот это пространство вот здесь вот пространство гораздо больше и фактически фактически как бы виден не это самое не поднимался выше у тебя линия горизонта твоего видения она уходит вот максимально далеко и стоит вот таким образом я там выше вот этого я не смог подняться да тут как бы то что проблема она не все так просто ну ладно ну там принцип да причем что интересно когда вот поднявшись максимум я уже могу наблюдать и и вверх да я вижу вверх у меня не то что земля плотка у меня земля это два печенья два круглых печенья вместе с жалкой до посередине вот такая начинка который я и вот это вот шляпа воду то есть я например вот здесь вот здесь я я видел землю вот такую да вот она для меня вот такая вот такая то ну может быть вот и да не скажем так вот этот вот он был такой вот не совсем я так понимаю если бы я там добрался вот сюда то это бы было бы однозначно вот так две плоскости два диска споры земля диск вот и лишат да они в общем-то уместны подо всем есть свое основание все зависит от взгляда да где и как смотришь вообще в этом смысле конечно математическая модель математическая модель относящиеся к миру описанию да она может быть вы можете мете дали любые вариации и скажем так и все будут правильные да не никогда не будут противоречить противоречить но это будет лишь кусок кусок какого-то какой-то взгляд да такой вот локальный именно вот в рамках определенных сочетаниях свой так что в этом смысле я являющих земля плоская вот плоская как вот это вот не линейность гигантская деревянная она функционал да вот и и если мы будем рассматривать в линейном варианте да это будет как бы такая супер сосиска вот так что такие дела по поводу плоской земли